На прием к губернатору обычно приходят с проблемами общественными, накипевшими теми, что касаются десятков людей. Александр Снитко, известного в Иванове архитектора, человека к красоте неравнодушного, к губернатору привел больной вопрос восстановления шуйской звонницы. Состояние этой колокольни не очень хорошее, и поэтому у меня возник вопрос по поводу проведения реставрационных работ на данном объекте культурного наследия. Потому что я считаю, что в том случае, если этот объект будет в хорошем состоянии, он будет привлекать туристов в нашу область, он будет являться своеобразной визитной карточкой нашей области. Колокольня, построенная итальянцем Мари Челли в честь победы в войне 1812 года, выглядит удручающе. Шпиль покосился, купол покрылся ржавчиной. Архитекторы несколько лет ждали денег на восстановление. И вот они появились. Реставраторы первоначально предлагали демонтировать шпиль с колокольни и выполнить ремонт металлических конструкций на земле, потом снова его поставить. Но есть определенные риски, связанные с проведением таких работ. Поэтому в течение двух ближайших месяцев специалисты-реставраторы проведут противоаварийные работы по укреплению металлических конструкций на месте. Колокольню обнесли лесами. Реставраторы заменят вышедшие из строя конструкции и восстановят внутреннее убранство. Откроют для туристов проход под колокольней. Сквозь него можно будет выйти на центральную площадь. Вопрос с окончательной суммой восстановления пока открыт. Я надеюсь, что через год, ну может быть осенью будущего года уже мы с вами приедем. Я вас заранее приглашаю на это мероприятие. Приедем для того, чтобы ознакомиться уже не с ходом работ, а ознакомиться с тем, как завершаются эти работы. Заявительницу из Лежнева волновал вопрос очередей в детские сады. Женщина вышла с инициативы реконструировать бывшее здание профучилища и сделать из него дошкольное учреждение, рассчитанное на 120 мест. Губернатор отметил, что поручение Лежневской администрации уже дано. Проектно-сметная документация на стадии подготовки. В 2014 году в Лежнева будет еще один сад.